Национальная программа иммунизации включает в себя 31 вакцину против 13 инфекционных заболеваний. По мнению специалистов, систематическая вакцинация населения способствует снижению уровня распространения опасных для жизни инфекций. Если не вакцинировать ребёнка, последствия могут быть разными. Может у детей развиться туберкулёз, если они находятся, будем говорить, в контакте с больным туберкулёзом. Может быть полиомиелит, может быть корь, краснуха, скарлатина, могут быть ротовирусные инфекции. У каждого привитого ребёнка есть паспорт вакцин, где указаны их названия и даты иммунизации. Большинство родителей стараются своевременно приводить своих детей на прививки, так как считают, что это защищает их от болезней. Давайте посмотрим телевидение, да? От кори. Умирают же дети? Умирают и маленькие. А если вакцинированные, может быть и поможет что-то. Мы не против вакцин, потому что если мы не будем своевременно их ставить, дети заболеют. И они даже не попадут в детский сад. Куда бы ни пошли дети, везде спрашивают про вакцины. Поэтому у нас есть все прививки. Вот мой ребёнок. Я ставлю ей все вакцины, которые прописывает врач. Мы из роддома выписались, имея необходимые вакцины. Сейчас дочке год. Мы не знаем, что такое грипп, простуда. У ребёнка здоровый аппетит и хороший иммунитет. Однако есть родители, которые категорически против обязательной вакцинации детей. Инна Геня, мать двух чудесных малышей Мелисса и Роберта, отказалась ставить им прививки. И утверждает, что они замечательно себя чувствуют – здоровы, активны и любознательны. Инна считает, что детей нужно вакцинировать только в случае эпидемии. А прививки, которые ставят для профилактики заболеваемости, заметно снижают иммунитет ребёнка. Молодая мама уверена – медицина должна больше ориентироваться на правильную и своевременную диагностику болезней, чтобы их можно было эффективно лечить. Первые две вакцины, которые я поставила дочке в роддоме – это BCG и против гепатита B. Я их поставила, потому что тогда не знала, что такое вакцинация. Вакцины поставили, при том, что у ребёнка была врождённая гемангиома. За 10 дней, которые я провела в больнице, это заболевание так и не было диагностировано. Мы прооперировали девочку через 3 месяца, и оказалось, что вакцинация ей была противопоказана. Я начала изучать этот вопрос и спрашивать себя, почему так произошло. На мой взгляд, это была медицинская ошибка. И я уверена, что через 10-20 лет дети будут благодарить меня за принятие этого точного решения – не вакцинировать их. Большая проблема, с которой столкнулась Инна, заключается в том, что без обязательных вакцин дочку не принимают в детский сад. И она лишена общения со сверстниками. Своего маленького брата Мелисса обожает. Но игр с ним ей уже недостаточно. Она хочет в детский сад, особенно когда видит детей. Они ее очень притягивают к себе. Но вы видите, что наше законодательство не позволяет это. Хотя в Конституции говорится, что каждый ребенок имеет право на образование. Нельзя пренебрегать этим. Нельзя изолировать его от коллектива. Самое удивительное – это то, что директора детских садов или медики, занимающиеся вакцинацией детей, говорят мне, что мой ребенок представляет опасность для общества. Это неправильно. Мой ребенок не опасен. Я уверена, что если мы сравним иммунитет невакцинированного ребенка и вакцинированного, то окажется, что иммунитет ребенка, которому не ставили прививки, намного сильнее. По данным Центра общественного здоровья, в районе Басарабяска иммунизация охвачена 95% детей. На данный момент от вакцинирования отказались 4 семьи в городе Басарабяска, 5 в Абаклии и 19 в Башкалии. Продолжение следует...